Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Коцов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со своей первой речью о положении дел в стране. Сегодня на эту тему немало публикаций, ну а в основном все публикации посвящены войне, развязанной Россией против Украины. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подавляющим большинством голосов проголосовала в среду за принятие резолюции, в которой Россия обвиняется во вторжении в Украину. Минобороны России впервые назвала потери российской армии на Украине, согласно заявлению ведомства, которым вряд ли можно верить. За время военных действий 498 солдат погибли, 1597 ранены. После того, как Россия начала войну на Украине, зарубежные образовательные, спортивные, бизнес- и культурные организации стали отказываться от сотрудничества с Москвой и проведения в Российской Федерации своих мероприятий. Студент университета Центральной Флориды Джек Суини зарегистрировал аккаунт Твиттери для слежки за частными самолетами российских олигархов. Дамы и господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Президент Джо Байден выступил со своей первой речью о положении дел в стране. Эта речь считается главной речью года, в которой глава государства информирует обе палаты Конгресса о ситуации внутри страны и на международной арене, а также излагает приоритеты своей политики. Для Байдена эта речь – шанс повысить свои рейтинги, которые стабильно снижались на протяжении всего первого года его президентства. Популярность президента-лидера демократической партии способна оказать значительное влияние на результаты промежуточных выборов, которые пройдут, как вы знаете, в ноябре в этом году. Традиционно президенты выступают перед залом, в котором присутствуют все члены администрации, за исключением одного министра, который в целях безопасности находится вдали от Вашингтона. На этот раз в зале отсутствовала министра торговли Джина Раймондо. Также присутствуют сенаторы и конгрессмены, члены Верховного суда, военные, представители ДИП-корпуса, почетные гости. Некоторые из них упоминаются в президентской речи. В этот раз из-за продолжающейся пандемии в зале было намного меньше людей, чем обычно, однако большинство из них были без масок. Среди почетных гостей был посол Украины в ООН Оксана Маркарова, а многие сенаторы и конгрессмены от обеих партий использовали в своей одежде желто-голубые цвета украинского флага. Маркарова была личной гостью первой леди США Джилл Байден, которая обняла ее. Во время речи Байден обратился к Маркаровой. Зал приветствовал ее, представительницу Украины, овацией. Байден начал речь с главной политической новостью. Нападение России на Украину. Шестой день назад, шесть дней назад, Владимир Путин решил потрясти основание свободного мира, думая, что заставит его склониться под его угрозами. Но он серьезно ошибся. Байден выразил уважение и восторг мужеством украинского народа, ставшего жертвой российской агрессии. Подчеркнул, да, мы Соединенные Штаты вместе с украинским народом. На протяжении нашей истории мы выучили этот урок. Когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, это вызывает больше хаоса, сказал Байден. Они продолжают движение, и цена этих действий, угрозы в адрес. Америки и мира продолжают расти. Война Путина была преднамеренной и не спровоцированной. Он отверг усилия дипломатии. Он думал, что Запад и НАТО не отреагируют, и он думал, что сможет разделить нас здесь, дома. Путин ошибся. Мы были готовы, сказал президент США. Мы противопоставили правду российской лжи. И теперь свободный мир призывает его к ответу. Байден отметил, что Путин изолирован в мире, как никогда раньше. Президент перечислил санкции, которые США наложили на российские государственные структуры и олигархов. Байден объявил, что Соединенные Штаты закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. После этого президент рассказал о помощи Украине и украинцам в их борьбе, как он сказал, за свободу. Мы предоставили более 1 миллиарда долларов в качестве прямой помощи Украине. Байден еще раз подчеркнул, что американские войска не будут принимать участие в войне, но готовы защищать каждый дюйм территории союзников по НАТО. Джо Байден также объявил, что США и 30 других государств выделяют 60 миллионов баррелей нефти и своих резервов, Соединенные Штаты 30 миллионов, чтобы снизить цены на энергоносители, выросшие из-за российского вторжения. В битве между демократией и автократией демократии поднялись, чтобы дать отпор, и мир сделал однозначный выбор в пользу мира и безопасности, сказал Байден. Он отметил, что путинская война с Украиной ослабит Россию и усилит остальной мир. После этого Байден перешел к внутренним проблемам Соединенных Штатов и высоко оценил, ну а как иначе, действия своей администрации. Республиканские законодатели загудили, когда Байден упомянул принятый по его инициативе закон о масштабных инвестициях в экономику. Президент подчеркнул, что его действия, в отличие от действий предыдущей администрации, ну понятно, как не пикнуть при этом Трампа. Так вот, его действия помогли всем, а не только самым богатым американцам. За год мы создали 6,5 миллионов рабочих мест, больше, чем любая другая администрация, сказал Байден. Ну, надо напомнить вам, что в основном вот эти 6,5 миллионов рабочих мест, это места, на которые работники возвращаются в связи с ослаблением пандемии. Байден напомнил, что ВВП США за год вырос на 5,7%, рекордный рост за 4 последних десятилетия. При этом, ну, практически полное молчание о госдолге в 30,5 триллионов долларов, который, ну, рекордный госдолг, возникший при нем. Он призвал законодателей принять масштабный законопроект об обновлении американской инфраструктуры и предпринять другие меры, чтобы США могли успешно конкурировать на мировой арене, в первую очередь с Китаем. Байден призвал возродить американскую промышленность. Компании предпочитают сегодня строить новые заводы здесь, тогда как всего лишь несколько лет назад они открывали их за границей. Байден перечислил компании, которые сделали, делают или готовы сделать крупные инвестиции в американскую промышленность. Ну, я все должен сказать, что это все планы, которые были реализованы при Трампе. Он как раз и говорил вернуть нашу промышленность в Соединенные Штаты. Цитирует Байдена, только в прошлом году мы создали 369 тысяч рабочих мест промышленности, сказал президент. Байден призвал не зависеть от иностранных источников собжения, а производить комплектующие в Америке. Также он призвал снизить цены на рецептурные лекарства. Байден заявил о необходимости снизить расходы на энергию с помощью борьбы с глобальным изменением климата. По словам президента, для этого необходимо эффективно использовать возобновляемые источники энергии. Он призвал снизить цены ухода за детьми и стоимость жилья. Байден призвал законодательнее модернизировать налоговую систему, чтобы корпорации и богатейшие американцы платили свою честную долю, как он сообщил. Президент Байден пообещал, что к концу года дефицит федерального бюджета будет вдвое ниже того, которое он унаследовал при своем вступлении в должность. Байден напомнил о многочисленных жертвах пандемии COVID-19 и успехах его администрации в борьбе с ней. В частности, на днях федеральный регулятор отменил обязательное ношение масок, вызывавшее раздражение многих американцев. И при этом он изложил стратегические планы своей администрации в борьбе с пандемией. Байден затронул болезненную для Соединенных Штатов тему вооруженного насилия и реформы полиции. Отвечая на вызовы, мы должны не лишить полицию финансирования, а финансировать ее, предоставляя ей ресурсы и подготовку, которая она нуждается для защиты наших общин. Также он призвал законодателей принять меры по ужесточению контроля над оружием, в частности запретить автоматическое оружие и многозарядные магазины, лишить судебной неприкосновенности производителей оружия, единственной индустрии в Америке, как он сказал, на которую нельзя подать судебный иск. Байден также призвал Сенат принять закон о защите прав избирателей и одобрить номинированного им кандидата в суде Верховного Суда. Защита прав избирателей, напомню вам, мы с вами это неоднократно обсуждали, если этот закон будет принят, то демократы будут этим гордиться. Они на многие годы сделать могут страну однопартийной, они будут выигрывать на выборах практически всегда. Байден рассказал о действиях в борьбе с нелегальной миграцией, интересно, какие же это действия, поскольку мы знаем, что каждый месяц к нам проходит 200 тысяч человек. Призвал законодателей провести иммиграционную реформу, вот так, защитить права женщин и ЛГБТ-сообществ, помочь ветеранам. Президент завершил свое выступление словами «В этот вечер, в 245-й год истории нашей страны, я пришел дать отчет о положении дел в нашем союзе ЮНИТ. И я докладываю, наш союз силен, потому что сильны мы, американский народ. Мы сильнее сегодня, чем год назад, и еще будем сильнее год спустя». Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подавляющим большинством голосов проголосовала в среду за принятие резолюции, в которой Россия обвиняется во вторжении в Украину. В резолюции содержится требование к Москве о прекращении боевых действий и выводе российских вооруженных сил с территории соседней страны. Резолюция, поддержанная 141 страной из 193 стран-членов Госассамблеи, была принята в ходе экстренного заседания, созванного Советом Безопасности ООН. В резолюции осуждается российская агрессия против Украины. Как сообщается на сайте ООН, в последний раз Совет Безопасности созывал экстренные заседания Генеральной Ассамблеи в 1982 году. 35 стран-членов Генеральной Ассамблеи, включая Китай, воздержались при голосовании. 35 стран из 193. Против принятия резолюции проголосовали только 5 стран, но можно догадаться, какие 3 из них – Россия, Сирия и Беларусь. Напомню, что в Москве агрессию против Украины именуют спецоперацией. Поспред России при ООН Василий Небензе отрицал, что Москва атакует мирных украинцев, и утверждал, что принятие резолюции может спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации. Иными словами, шантажировал мировое сообщество, мол, не голосуйте «за», а то хуже будет. «Россия уничтожила важнейшую инфраструктуру, в том числе трубопроводы, поставляющие питьевую воду и газ для миллионов жителей Украины, и, по-видимому, готовятся к ужесточению агрессии против этой страны», так заявила поспред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на Генассамблее. «Это исторический момент», – сказала Томас Гринфилд. «Сейчас, как никогда ранее в истории, организации объединенных наций брошен вызов. Голосуйте «за», если вы считаете, что государства, члены ООН, в том числе ваши собственные страны, имеют право на суверенитет и территориальную целостность. Голосуйте «за», если считаете, что Россия должна нести ответственность за свои действия». Минобороны России впервые назвала потери российской армии на Украине. Согласно заявлению ведомства, трудно поверить, им они лгут во всем. За время военных действий 498 солдат погибло. 1597 ранены. Потери украинской стороны, по утверждению российского ведомства, составили 2870 человек. Около 3700 человек ранены. Кроме того, Минобороны объявило, что взяло в плен 572 военных армии Украины. Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы неисчистимых потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация, так заявил официальный представитель ведомства Игорь Коношенков. Но, надо сказать, на Западе это его заявление отметили со скептицизмом, поскольку официальным лицам Российской Федерации, от российского президента, до разного рода военных, сегодня никто не верит. Они лгуны. Невозможно понять, где у них правда, а где ложь. Ну, вот так указанные Минобороны числа действительно значительно отличаются от данных, которые ранее публиковали украинские власти. Утром в среду Генштаб Украины заявил о потерях российской армии в 5840 человек. 5840, согласитесь, это не 500. Ранее агентство Униана точняло, что в эту графу заносят не только убитых, но и раненых. Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники оценивали число погибших российских военных приблизительно в полторы-две тысячи человек. Это тоже не 500. Российские войска вторглись на территорию Украины в прошлый четверг. Однако со вчерашнего дня Министерство обороны, хотя и признавало потери, не опубликовало никаких данных. То есть все в секрете в России находится. При этом постепенно опубликовать отдельные сообщения о погибших стали главы регионов. Накануне о гибели двух уроженцев Чечни и ранений еще шестерых заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о двух погибших военнослужащих из 31-й бригады ВДВ. 27 февраля МВД Украины опубликовало обращение, в котором призвало родственников российских военных использовать онлайн-платформу под названием «Ищи своих» для поиска информации о погибших или плененных военных. Сайт «Ищи своих» в тот же день заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России. Российские региональные власти объявили, что цель таких ресурсов – собирать данные российских военнослужащих по заказу украинских и западных спецслужб. Но там все время на подозрении, на измене. Понятно, что слокозненная Украина всячески пытается выведать какую-то информацию в России. СМИ ранее нашли 40-летнюю жительницу Саратовской области Наталью Дейнека, которая утверждает, что среди пленных ее сын Рафик Рахманкулов. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова